МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра у Гомеля отбудется пощаджение Совета Министров Союзной Державы. На парадку дня колят 20 пытаний. У приватности на пощаджении плануется обмерковать ход выконание приоритетных накерунков дальнейших развития Союзной Державы наперед до 2022 года. А так само некоторые пытания реализации одной промысловой политики и формирования агульной миграционной просторы. А про то год на парадку дня план суместных мероприемств в пасу продеяния терроризму, админа Ромингу на территории Союзной Державы и заснование Союзной премии в галине навуки и техники. Еще одно важное питание – проект декрета высшейшего Державного Совета, який пишется агульного бюджета на наступный год. Дарайше завтра будет обмежеванный рух по обуйных в улицах областного центра. Про это попереживая Держава инспекция. За 12 до 18.01.08 снежня будет частково обмежеванный рух по улицах Федюнинского, Малайчука, Крупской, Советской, Пролетарской, Фрунзе и Ильича. Водителя упросят уличовать эту информацию. Увага! Терминовое поведомление от республиканского унитарного предприемства «Гомель-Аутодор» на мосте Прозреку-Припять, размешанном на автодорозе Р-88, Житкович и Туров, Давид – городок границы Украины. Выявлены пошкоджения, принято решение об закрытии автомобильного руха. На месте зараз працуют специалисты, які высветлять сурьезность выявленных дефектов. Водителям просят рухаться по обязных республиканских дорогах. В данный момент движение остановлено, поэтому я хотел бы обратиться к пользователям наших дорог, что сейчас организовывается движение по объезду искусственного осторожения в направлениях по республиканским дорогам. Это через Калинка и Чимозр-Лельчицы, ориентировочное протяжение 249 километров, и через Лунинец-Пинстолин с выхода на Давид-Городок, Туров, то есть 276. Поэтому просьба учесть эту информацию. Проинформирован МЧС, ГАИ, Организация здравоохранения, газовая, пожарная, милиция. Вызван институт наш, научно-исследовательский институт, группа выехала с Минска. Поэтому в дальнейшем мы будем информировать по тем работам, которые будут проводиться на мосту и по движению. Протягиваем выпуск. От одного до трех бюллетенев отримают грамадяне при голосовании на мясцовых выборах. Дифференциация связана с тем, что грамадяне краины, окремя Жихара у столицы, будут выбирать одночасово депутатов розного узровня по ответственных округах. Например, той, кто проживает в вёстце, для голосования отримливает одразу три бюллетене по выборах депутатов областного совета, районного и сельского совета. Нагадай, мясцовые выборы пройдут у Беларуси 18 лютого. Обзавестись от домом, пропануя фонд «Гомеля былмайомость». 25 объектов выставлены на аукцион, який пройдет 9-го студеня. До продажи пропанованы домы жилой площадью от 24 до 96 квадратных метров. Яны знаходятся у Калинковицким, Рогачевским и Рэшевским районах. У Калинковицким размешано 7 жилых домов и 14 блокированных на некольких господаров. У Рэшевским районах продаются три домы, у Рогачевским – один. Початковый кошт вагается от 1700 до 12 тысяч рублей. Прием заяв для удела у аукционе завершится 5-го студеня. Додатковая информация есть на сайте фонду «Гомеля былмайомость». Ее можно отримать и по номерах телефонов 70-36-43 або 70-38-49. «Гомеля» сегодня назовут переможца областного конкурса «Працовный семестр». В этом году в студенческих отрадах, которые были сформированы в научных установах региона, працавало больше за полторы тысячи человек. Сярод основных сфер деятельности – будовництво, сельская господарка и оказание сервисных послуг. За межи Беларуси были отправлены 400 отрады. Яшекали о 7 тысяч доброохвотников працавали у якости волонтеров. Подробязный материал глядите в наших наступных выпусках. Громадяне с больше как 70 краин приезжают на лечения в Гомельскую область. У их ликвы уже хары России, Украины, Казахстана и навод Израиля и Германии. У нашей клиники замежные пациенты едут, как выполнять операции на сердце, пройти диагностичные и лабораторные процедуры. Такие дадены привели областным управлением спорту и туризму. Там поведомили, что в этом году экспорт турпослуха в регионе склау омаль 12 миллионов долларов. «Виротуй моё жице» акция под такой назвой пройшла сегодня в Гомельском медицинском университете. Её отделниками стали студенты и педагоги, які вырошили стать донорами на безвыплатной основе. Как они вырошилися на такой крок и те шмат бескорисливых доноров в нашем регионе, доведались наши корреспонденты. Амаль 400 доз крови. Минавито стольки студентов и выкладчиков Гомельского медуниверситета выказали жадание стать донорами на безвыплатной основе. Их кровь да поможет вырытывать життя або одновить здоровье сотням хворых людей. Такие акции у ВНУ давняя традиция. Прикладно пять кадов тому, я и инициаторами выступили Гомельская станция переливания крови и профсоюзная студентская организация. С тех часов акция проходит двойче на год. На самом деле в такие дни мы гордимся своими студентами еще больше, чем обычно, потому что это такой поступок очень гуманный. И для будущего доктора вот этот такой урок гуманизма, он, конечно, очень важен. Кто, если не я? Ну вот все будут думать, что кто-нибудь другой сдаст, и в итоге это и не будет. На этот раз жадающих сдать кровь оказалось и настолько шмат, что акцию пришлось растягнуть на три дни. Дарочи безвыплатным их донорство можно назвать умолна. У якости компенсации кожный отрымал солодкий паёк, рашовый у знахородов по мере 19 рублей и сувенир. С жаданием сдать кровь, а мельчане звертаются и на саму станцию. Зрабить это можно и на платной основе за 88 рублей. Але як показывая практика для доноров, это худший жизнь до помоги. Коли в минулом году на безвыплатной основе у регионе кровь сдали 20% доноров, то сёле такали от 30. Звание почётного донора присваивают, когда человек сдаёт 40 кроводач или 80 плазмодач. Но если человек сдаёт безвозмездно, то тогда одна кроводача безвозмездная оценивается как две обычных. До того же сдача крови на постоянной основе корыстная и для самого донора, як профилактика захворывания у сердечно-сосудистой системы. Новоколцы уходя обследованию высветлили, что у тех, кто регулярно сдаёт кровь, инфаркты возникают в десятки разов уродей. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» стартует тыдень российского кино. С 7-го по 13-е снежня у кинотеатра «Имя Калинина» пройдут показы авторских премьер сучасных российских режиссёров. Сегодня подчас открытия кинофестивалю отбудется творшая встреча с ведомым продюсером Георгием Малковым и показ фильма «Эластика». Початок от 19-й години. Усягу на великим экране кинотеатра «Имя Калинина» будет показано 7 фильмов. Гомельчане смогут убашить мелодраму «Москва», «Я терплю тебе», комедию «Агни великой вёски», фантастику «Монахи бес», драму «Кавказская трыя», семейную комедию «Яна плюс Янка». Сеансы, что день у 19.30. Закрытие фестивалю заплановано на 13-е снежня. У 19-й годин комедии «Телли» и «Толли». Тыдень российского кино – социальный некоммерцийный проект, мэта якого – подтримать сучасных режиссёров. Показ у всех фильмов кинофестивалю будет ладиться бесплатно. Выдача билетов начинается за одну годину до початку сеанса. Здесь будут и драмы, и комедии, и семейные, и философские фильмы. Но я хочу сказать, что через все эти фильмы проходит одна главная мысль – это сопротивление злу и утверждение добра. Поэтому приходите, вы увидите очень интересные, последние, новые работы наших мастеров российского кино. Ёлышные кермаши у Гомеля пошнут працовать с 23-го снежня. Всё лето плановится продать каля 14 тысяч новогодних древ. Цены застались на узровне леташних. Кошты новогодних пыгажунь от 7 до 16 рублей, в залежности от вышины. Мазырский и Светлогорский лязгасы будут продавать древы у катках, які обыдуться, прикладно, у 22,5 рублей. У Гомеля открыли сезон катания на коньках, або два городские вылечные катки на Головацкого и Нарышевском проспекте распочали примать на ведвольников. У городским отделе спорта и туризма поведомили, что во всех установах эдукации подрыхтовали хоккейные коробки. Як только на двор ей дозволить, и они будут залиты. Катки для аматоров здорового ладожития этой зимой обецают организовать и в городских дворах. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tsivergomil.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта у вас познаемец Максим Савин.